Всем привет дорогие зрители, с вами мистер Шпилкес и мы продолжаем прохождение игры Метро Исход. Мы все ближе к нашей мечте, найти пригодное для настоящей жизни место без радиации мутантов. На добытых в пустыне картах обнаружилось несколько многообещающих вариантов и весь экипаж с нетерпением ждет решения полковника, куда же Аврора отправится дальше. Пока же поезд плавно катится на восток, экипаж отдыхает, а Степан сделал Кате предложение, от которого та не смогла отказаться. Да, прошлой серии мы с вами завершили целую локацию Каспий, наконец-то наказали барона, ну как барона, опять же ситуация непонятная, это был двойник барона, мы встретили настоящего барона, где-то сидящим на каком-то мысе, в кресле, разговаривающем с манекенами, в общем с кукушкой у него явно не все в порядке, она куда-то видимо отлетает периодически у него по своим делам, и вот как раз был один из тех моментов, мы встретили этого барона, у него там наполеоновские планы, Но, опять же, если он не подружится со своей кукухой, этим планом не суждено сбыться. Дамир остался с нами, я знаю, что это довольно-таки ключевой момент, потому что при якобы плохой концовке Дамир мог остаться с Гюль. А мы все в лучшем виде идем. Ага, ребята гуляют, отдыхают, понятно. Так вот, Дамир мог остаться с Гюль, и вроде как это считалось бы плохим завершением. Так, хорошо, давайте заглянем сейчас на верстак. Для начала, меня интересует чертов калаш, который я почему-то в прошлой серии где-то успел загадить так, что он стрелял через раз. Давайте-ка мы сразу перевооружимся. На что-нибудь, на что-нибудь. А знаете, что мне интересно? А мне интересен... Так, бульдог нет? Вентиль нет? Мне интересен ублюдок. Вот почему-то ублюдок и все тут. Хочу его собрать классного, посмотреть, что в итоге можно из него наваять. Тяжелый ствол. Так, стандартный ствол. Тяжелый дает урона много. Люблю урон. Берем. Так, коллиматор ночной. Открытый. Нет, хотя бы коллиматор. Дальше. Стандартный магазин, а здесь увеличенный магазин. Возьмем увеличенный и лазерную указочку обязательно. Так, чистить не надо. Посмотрите, какой... Какой ублюдок классный у нас с вами. Как это звучит, да? Вот человек, не понимающий ничего, услышит фразу, посмотрите, какой у нас с вами классный ублюдок. Что он подумает, интересно? Главное, ничего хорошего. И вы знаете, вот этот револьвер вроде бы, вроде бы нормальный, но я ощутил нехватку дробовика. Вот это действительно была проблема в прошлой серии. И вы знаете, я хочу вернуться к нашему Ашоту. Ваншоту, да? Хочу пересобрать Ашоту. Посмотреть, что можно сделать. Стабильность. Так, стабильность возрастет еще больше. Отлично. Вот что хочу. Вот такой ствол. Просто попробую. Точность пропадает совершенно, но при этом урон катастрофический какой-то становится. Совершенно вообще немыслимый. Ночной. А зачем нам прицел? Не надо. Нам и хватит лазерного целеуказателя. Все. Чистить не нужно. Отлично. Немножко перевооружились. Так, какие у нас тут здесь дела? Какие изменения? Давайте посмотрим. Цистерна, да? С водой. А, нет, это цистерна с топливом. Та цистерна, которую мы угнали. А ну давайте немножко прогуляемся. По поезду, потому что в этой серии, скорее всего, будет много разговоров, диалогов и так далее. Какая-то заметочка. Внимание. Посмотрим. Записка ТТшника. Крест. Пишу записку, чтобы никто случайно не услышал. Я тут Кате и Степану готовлю сюрприз по случаю свадьбы. Мне нужна твоя помощь. Хочу сделать им кольца. Полосу уже прокатал. А вот с размерами затык получился. С Степаном проблем нет. Все же всем перчатки делал. А вот с Катей неплохо бы мерку снять. Но надо же, чтобы сюрприз был. У тебя глаз наметанный. Может, поможешь подобрать? Да, и со шлифомкой потом помощь не помешает. Времени-то всего ничего осталось. ТТшник. Молодец, ТТшник. Вообще обалденный мужик. Классный. Так, а здесь можно покурить. Ну давай, Артем. Курение вредит вашему здоровью, друзья. Запомните. Не надо курить. Экономия денег в наше время вообще катастрофическая. 50 тысяч в год можно сэкономить на сигаретах. Такая вот история. Все, как говорится, одну тяжку и то не в затях. Поехали. Хватит, топчи. Топчи эти вещи, Артем. И буханочку мы захватили с собой. Это здорово. Ну что ж, отправимся на свадьбе погуляем. По-моему, там торжествок. Наши ребята уже такие веселенькие. Мимо пробежали. Так, Анна там сидит, не хочет идти. Ну, ладно. Что я пропустила? Их удивительный танец. Не бойся, еще увидишь. Минутку внимания. Полгода пути и четыре тысячи километров позади. Нам через многое пришлось пройти. Ладно, ребята, я понимаю, что интрига затянулась. После длительных размышлений и детального изучения спутниковых данных, мы нашли место, которое может стать для нас новым домом. Это речная долина. Там есть лес, там есть гидроэлектростанция. И это место удалено от населенных пунктов, что очень важно, как показывает опыт нашего путешествия. Так вот, мы примерно в двух днях пути оттуда, с чем я вас всех и поздорову. Ура! 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 Но на сегодня осталось еще одно важное дело. Степан, Катя. Ух ты, кольца. Степан, Катя, повторяйте за мной. Я беру тебя в законные супруги. И с этого дня клянусь любить тебя. И с этого дня клянусь любить тебя. Клянусь любить тебя в горе и в радости. В богатстве и в бедности. В богатстве и в бедности. В болезни и в здравии. И до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Как капитан этого корабля, объявляю вас мужем и женой. Многое лето. Будьте счастливы и горько! 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 Аня, что с тобой? Горько! Горько! Аня, что с тобой? Осторожней, осторожней! Аня, держись, пожалуйста. Что случилось? Что с тобой? Так, Катя, ну сделай же что-нибудь! Не долбитесь, ей воздух нужен! Вот плохо! Простите, что раньше не сказала. Аня, о чем ты, родная? В Ямантао, когда меня наверх утащили, тот упырь, врач, сказал, легкие распадаются. Газом после того подвала на мосту разъела. Да как ты можешь верить этой, этой твари? Мы же из пустыни только, а песок, он же как наждак. Не переживай. Катюша, Артем, на пару слов. Все нормально, Артем. Иди, все хорошо. Да что хорошего? Чего же молчал это все это время? Кто-то мне этот кашель казался подозрительным. Старик, похоже, рвет и мечет. Да, устроит сейчас Артему выволочку. Артем не виноват. Я сама в тот подвал свалилась. И если отец ему хоть слово скажет, я ему потом устрою вырванные годы. Да и вообще, надоело уже. Ты что, сразу на Артема в бочку Катя? Даже если его и близко не было. Такова его планита. Да ладно тебе, планита. Да, ну полковника Катя быстро успокоит. Она молодец. Да и ты не волнуйся, Аня. Она тебя мигом в порядок приведет. Я и не сомневаюсь. Так, отправимся поговорим с Мельником. Что он нам расскажет? Спасибо. Ну что, зятек, что делать будем, а? Святослав Константинович, давайте не будем пока паниковать. А вы что думаете, Катя? Я думаю полагаться на диагноз какого-то дегенерата преждевременно. Смена сырого воздуха, метро на пустыню, с ее жарой и песчаными бурями, такого легкие не любят. Ну мне тоже кажется, что если бы это был газ, так ей бы плохо сразу стало. Совершенно верно. Совершенно верно. Катя, ну а если вдруг, вдруг тот гад был прав, что тогда может лекарство какое-то, а? У нас в поселке часть ПВО стояла. Перед самой войной у них проявилось новое средство. Многих потом спасло от поражений газами, токсинами. Я проверю мамины записи, найду название. По-моему, в Новосибирске производилось. Так, Новосибирск. Ермак, что думаете? Ну что тут думать? Радиалий хоть на край света. А в Новосибирск, ну, тысячи две будет. Тогда решено. Едем в долину. Если там все нормально, обустраиваемся. Если у Ани будет ухудшение, то с группой добровольцев отправляемся за лекарством. Вы уж, Катюша, поищите название. Найду, не переживайте. Еще, Артем, не хочется неприятных сюрпризов в этой долине. Ты самый опытный разведчик, поэтому бери еще одного добровольца и проверьте ее сначала на трезине. А пока идемте ко всем. Успокоим Аню, проявляю. Так, хорошо, давайте вернемся, успокоим. Попробую теперь, чего на последнее время чернеет туча была. Представляю, как себя накрутило. Ну, что после него тратили? В общем, слушай мой приказ. Всем успокоиться. План остается в силе. Мы едем в долину, к лесному воздуху и чистой воде. Начинаем обустраиваться там. Если вдруг у Ани... Папа, не надо. Повторяю, Аня, если вдруг тебе начнет становиться хуже, Катя подсказал лекарство. Так что, если понадобится, мы его найдем. Ну, по-моему, отличный план. Тогда я тоже попрошу всех. Ребята, не волнуйтесь. Я и так места себе не нахожу. Такой день испортила. Ань, да перестань ты. Все нормально. Накрутила себя из-за черта этого схимантау. Думаю, это все же песок. В Москве я в пыльные бури не попадала. Совершенно верно. Мы, кстати, о том же говорили. Так, тост. Ребята, за вас. Просто будьте счастливы вместе. За вас! Да что? За вас! Степа, давай... Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой. Женой Полковник Васин созвал свой полк и сказал им, пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет. Нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки Мы воевали сами с собой. Я видел генералов. Они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, Время вернуться домой. Этот поезд в огне Нам не на что больше жать. Этот поезд в огне Нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, Пока мы не унесли от беда. Эх, Степан, душевный ты парень. Отлично играешь. Но. Есть одно но. Ютуб может не полюбить твою песню. Классную, обалденную. Поэтому удалюсь я, пожалуй. И если что, вдруг, ребята, из ролика эта песня каким-то образом пропадет, Ну, извините. Потому что есть понятие авторского права, А на музыку оно довольно-таки жесткое. Реально могут ролик заблокировать или пожаловаться на канал. А дальше люди сами должны сражаться за свою свободу и завоевать ее. Своими руками, чтобы никогда и никому ее больше не отдавать. Но главное сделали мы. Ты сделал. Я этого не забуду, Артем. И надеюсь когда-нибудь отдать этот долг. Кепрагмет, брат. Да, мир, дружище, все в порядке. Ты что, столько раз ты меня спасал, выручал. Это я тебе должен и останусь должен. До конца жизни, скорее всего. Давайте вот посмотрим немного, проедемся здесь на носу Авроры. Интересно, посмотрим на баги текстуры. Ммм, какие баги шикарные. Видно, никто не рассчитывал, что сюда кто-то выйдет и будет долго здесь стоять. Рассматривать. Ну, ладно, ничего. В такой игре с таким сюжетом... Можно простить, я думаю. Вот эти мелкие недочеты, баги, все это ерунда, ребята. На самом деле. Какие игры надо любить, в такие игры надо играть. И хорошо, что такие игры у нас есть. А все эти текстурки, это все ерунда. Ну что ж. Пора бы нам отправиться дальше. А следующее место у нас долина. И никто не знает, чисто там или нет. Узнаем. Поехали. Мне трудно назвать себя религиозным человеком. Но сейчас я прошу всех богов. Пожалуйста, храните Аню. И пусть долина излечит ее недуг. А пока мы с Алешей едем в разведку. Мало ли, какие опасности таятся в этой долине. Хотя Алеша, по-моему, и правда считает, что там его ждут женщины. Если это действительно так, то лучшего компаньона для этой операции не придумаешь. Ну, в общем, да. Не Степана же брать, по сути. Только что женился. А тут его брать. Куда-то там. На женщин. Смотреть. Да, Линка, это очень и очень, я бы сказал. А воздух какой. Аж голова кружится. Никогда таких запахов не слышу. Таким недельку подышать не только Аня вылечится. У полковника ноги отрастут. Ты смотри, как мотает. Повело пути. Весь склон, похоже, ползет потихоньку. Хоть бы нас выдержал. Так. Надо на Аврору сообщить, что по главной ветке на ГЭС шли. Аврора, это передовой дозор. Как слышите? Прием. Слышим вас хорошо. Прием. Товарищ полковник, эта ветка Аврору не выдержит. Идите по главной. Ага, вас понял. Тут пути ремонтировать нужно, так что задержка выйдет. Ладно, план прежде. Раздеву на ГЭС. Как там вообще? Прием. Вообще, товарищ полковник, тут просто отвал башки. Аня точно понравится. Прием. Отлично. Продолжайте разведку. Конец связи. Ну, значит, план такой. Сейчас в темпе до дамы. Все проверяем и сигналим нашим, что приезжали. Потом посмотри, какая красотища. Хочется всем показать. Скажи. Смотри, вон зерпошка какая живописная. Вон зерпошка какая живописная. слушайте вот это да так все обвалились пути получает соврозу никак не проедет вот это интересно вот это поворот артём 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 выплываем ты что нельзя нельзя под водой лежать спать нельзя ты что с ума сошел давай греби быстрее а лёшка помогай брат стоп не алёшка богу это и не брат по-моему да ты не алёшка и не брат что-то я вижу отличие от братьев непосредственно пионер ольга это ольга ольга спасибо большое ребята поймали твоего друга но я-то вижу что вы не бандиты так что выручу если глупости не наделаешь мне пора старайся не высовываться так если глупости не наделаешь вытяжите намеки максимально нездоровые звуки и недружелюбные ох какая красотища вы посмотрите только какая красотень самое настоящее как все круто выглядит как я соскучился реально по краскам мы из зимы приехали в весну ну ладно волга красивая локация спорить не буду но далее пустынная локация тоже красивая но я как фотограф-любитель скажу вам честно я обожаю все вот эти краски краски осени краски лета просто обожаю очень круто все выглядит так сядем-ка мы на карты как говорится так это когда-то штука была велосипедом видимо да наверное у нас с вами один болт если это арбалет то здесь используются болты так вопрос вопрос куда нам с вами нужно так пока подвигаемся скрытно подвигаемся медленно рассматриваем немножко здесь окружение а вот что-нибудь и найдется вот парень довольный например ну видимо у него все было хорошо пока не случилось это катастрофа так 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 а здесь собственно все да я понимаю ох еще раз взглянул обалденно не могу прям оторваться от этой картины шикарно все выглядит потрясающе так 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 мародеры так будет с каждым же стрела стрела во лбу ну да ужас какой так тем самым у нас уже две стрелы мародер интересно вот есть такое понятие мародер в постапокалипсисе откуда ему собственно взяться понятию мародер уже понятие частной собственности наверное не существует мне кажется ох жесть какая это я шумлю или кто патроны патроны били артем не у патронов целая вязанка как это патронтаж насильник мародер и всех посмотрите всех стрелой в лоб ну с какой-то стороны может быть это и правильно ну конечно в туалете где бы еще находиться на ресурсам всяким разным классным а что самое интересное не тормозит ничего представьте вообще ничего не тормозит заметочка записка на арбалетном болте бандит эта территория берегового братства убирайся или поплатишься жизнью как остальные смерть чужакам опасные ребятки здесь живут в итоге тихо 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 а что это что это подожди развяжи ты не торопись мы сейчас тобой пообщаемся сперва ты кто браток там узлы конкретные сам не развяжу ты бандит да ой жесть да ладно ну хорошо и помолчи плохой вот это будет доброе дело или нет серьезно короче я сохранюсь если это будет не доброе дело то я его не буду развязываться по гроб жизни помнить вода я хвали не видать меня эти козлы лесные волкам оставили сука что-то я не понял в итоге вспышка была хорош или плохая вспышка была ой да иди ты серьезно по фене со своей вон с этими бартонами своими пообщайся по фене ненавижу всю эту муру давайте немножко здесь еще походим посмотрим я подозреваю что далеко не все мы здесь осмотрели что-нибудь да осталось где-то какой-то закоулочек ну да это не осталось тем не менее так напишите пожалуйста в комментариях ваше мнение стоило освобождать или нет и какая была в вспышка сушить крипово куколка да какая была в итоге вспышка я не понял по моему белая или нет да явно здесь живут какие-то ну максимально странные ребята а а можно быть пройти по верху можно здесь давно пойдем тогда по верху непонятно бандит освободил бандита вроде вроде дело хорошее да с другой стороны у тебя есть реальный шанс подумать о своем поведении друг скобочках нет конечно же так хорошо и грибы грибы грибочки как пел с той песни поехали так а там эти зайцы до переростки огромные ну да чем они реально огромные они как с собаки размером оп и в норочку сразу вот молодцы красавцы правильно хорошо пока непонятно совершенно здесь есть бандиты значит бандитов в принципе не жалко нигде я понял это еще с волги уяснил этот момент бандитов мы не жалеем вопрос касаемо какая здесь фракция ну типа электроборции по моему там какие-то дети леса вроде бы я читал мне кажется как то так они называются да посмотрим борцуха плавцуха грибцуха понятно все заходим внимание территория храняется ну ясно ясно надписи в стиле стиле здешнего интеллекта как у того бандита оу слушай мужик мужик ты меня сейчас напугал реально я не знаю кто такой но ты меня напугал эпичное появление ильича подождите нет 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 давайте не так эпичное появление ильича мега эпичное продолжаем знаю одну историю про эту про эту статую не буду так делать а то кто не теперь прибежит про меня репортажа снимать вроде с одной стороны дело хорошее с другой стороны не очень кто знает тот знает так я не знаю будет ли в этой серии безумный экшен как было ранее у нас с вами в предыдущий например чертов пулеметчик я тебя ненавижу крови попил мне гад но в этой серии определенно будет много чего много изучения всякого разного интересного и так далее будем рассматривать все лазить везде открывать всякие коробочки только нужно делать это аккуратно это видимо местная такая деревенская школа как я понимаю потому что парты доска и все такое здесь намекает артем а могешь не ну так и я могу не на самом деле я могу лучше артем честно тебе признаюсь чуть лучше могу а здесь у нас что пионерская комната никаких заметок нет а это просто два пионера да здравствует мировая революция мы обещаем рабочим улучшение уже сегодня не буду ничего говорить честно не будут а то опять приедет ко мне какой-нибудь телеканал еще в чем-нибудь обвинят нет спасибо это получается обычный пионерский лагерь как я понимаю к слову я в таких бывал ну не прям не именно в этом пират и мы с тобой да так что давай ноги в руки и топа и другую сторону понял наши уже одного чужака сегодня поймали хватит с нас да ребят вы явно вообще не представляете с кем связались это же безумный артем вы еще о нем не слышали ничего сейчас услышите так хорошо пойдем в обход потому что игра видимо нам прямо так напрямую и намекает типа давай-ка друг иди в обход картиночка до клад и череп ты мол сам решай хочешь ты сюда или не хочешь о я только не хочу скримеров серьезно не хочу ушанки ой жесть какая петушок и ушанка что самое интересное я носил эту и другую прикольно библиотека библиотека ну что просветимся слегка я думаю надо библиотека вещь хорошая свиньи нет пока не пойдем не останавливайся на про про я даже не знаю про она прочитанном боже мой это же библиотека на прочитанном не останавливайся точно так пока все тихо вот казалось бы да постапокалипсис каждый человек на счету потому что рано или поздно придется восстанавливать генофонды и так далее они жрут друг друга просто вообще живут откровенно убивают режут да все что угодно делают сколько путей интересно так мы сейчас делаем вот что вернемся к этой кассете чуть позже заглянем сейчас в эту часть комнаты посмотрим что здесь есть чего нет есть ресурсы но эти не берутся и они убивают друг друга то есть истребляет последних в принципе жителей которые реально могут восстановить эту планету странно прошло два месяца прошло два месяца за детьми так никто и не приехал выхин и дуча не вернулись гэсовцы должны были довести их до райцентра но похоже надо было просто запретить им ехать но тогда я тоже все еще надеялся на эвакуацию хотя какая там эвакуация если по радио одни помехи помощи ждать нечего а с другой стороны нужна ли она нам эта помощь долина оказалась в стороне от ударов даже осадки нас не зацепили по счетчику фон нормальный даже под водосточными трубами ребята хорошо подготовлены не зря мы проводили столько времени в походах научить их охотиться будет не сложно у нас есть все самое необходимое а остальное добудем сами к черту сомнения будем решать проблемы по мере их поступления в первую очередь выживания да действительно вот вам настоящие навыки выживания пригодились бы которым сейчас к слову наверное не учат я не знаю нас в школе не учили хотя у нас было это обж на самом деле но какого-то прям такого объяснения там как выживать базовые принципы какими-то ничему такому нас не учили так с оптикой нет с ночным видением да да берем с ночным же ведь да с ночным только ночной здесь какое-то лютое ну прям так выбеляет картинку безумно очень сильно светит вопрос вопрос интересный а пиратов трогать надо или не надо ммм слушайте опасно просто прыгать вниз я знаю артем может запросто разбиться так спущусь-ка я по старинке а ну его как говорится куда подальше сейчас свалишься разобьешься лишнее с загрузки я и так стараюсь вот это загрузочное время вырезать сокращать потому что оно Артем я тебя понял брат все нормально я тебя понял так мы очень много собираем стрел практически везде подбираем стрелы я думаю это все неспроста потому что вот этот арбалетик мне кажется заменит я думаю здесь скорее всего тихарь то есть такой момент очередной ствол который у нас якобы для стелса в этой игре и он скорее всего нам заменяет тихарь потому что что да потому что потому что тихарь не выбирается да подвальчик явно страшный местечко лютое чего надюша да пошла ты сука жесть какая это змея да это серьезно это змея это мертвая змея какая змея шпинка что-то не видишь мертвая змея реально так 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 а в чем прикол ну просто ради змеи сюда спуститься надо было а вот скорее всего есть проход дальше и проход дальше куда а никуда собственно все никого прохода нету по моему иду правильно не знаю мне кажется да так так ну что мы потихонечку приближаемся к этим пиратам я думаю да да по моему уже пошли голоса я у тебя давно спросить хотел все эти ваши пиратские штуки и мертвецы эти на столбах вы всерьез верите что учитель этого хотел учитель хотел чтобы мы защищались ну не помогает же вон опять бандиты в деревне появились да еще наши чужака какого-то непонятного поймали забыли значит урок пора напомнить потому мы в дозоре поймаем этих гадов пару новых пугал сделаем надолго хватит ну ладно с бандитами ясно они такое у нас творили но новый чужак этот на бандитов не похож может мимо проезжал был бы не похож проезжал бы мимо а тут на берег к нам выпал ну и значит поработай пугалом чтобы другие стороной обходили ну не знаю в смысле поработай пугалом если с алёшей что-то случится придурки я забью на концовку всех вас а вот так все один уходит второй остается да друг ты же остаешься ты остаешься остаешься здесь отдыхать апгрейд не снялся да петро чему так вот что еще сейчас сделаем обязательно потушим костерок главное чтобы никто не вернулся оп грибочек оп все и пойдем попробуем вырубить этого бойца который там ходит по верху слушайте они все с этими арбалетами и кто заметил прозвучала такая фраза интересная учитель вас не этому учил то есть возможно это те самые потомки а вы знаете что я наверное сменю потому что мне вот этот ночной прицел мне кажется не очень полезная вещь скорее всего это ну не потомки точнее а как там не знаю сколько времени прошло возможно много возможно нет кто знает напишите в комментариях мне интересно но учитель этот походу вот этих ребят научил так пока стоп пока не спешим осмотримся в принципе тут достаточно обходных путей чтобы не попасться никому не попасться на глаза а ну-ка свечка тушистый что третий раз нажимаю так а это местный футболист да ну что проверим как ты играешь в футбол друг а ну-ка головой мячик поймай не поймал тихо 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 опасно 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 артем скорее куда-нибудь засуетились пираты не знаю пионеры кто здесь все можно вернуться хотя как вернуться вопрос потому что ребятки эти там как минимум вдвоем мне кажется да довольно таки близко на самом деле ммм давайте попробую 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 сохраню сейчас попробую вот этого оглушить товарища но что-то прям реально близко они там в смысле кранты мне никаких крантов успокойтесь а все-таки я спалился да получается ну ладно в принципе спалиться то я спалился но они меня явно пока еще не увидели что-то услышать услышали но пока еще не увидели хорошо мне бы потушить конечно тот костерочек ммм в смысле чего засуетились то э зачем колокол стучать ладно пока я не знаю можно их убивать или нет я не буду этого делать потому что ну концовка хорошие все дела ну вы знаете да поэтому будем пока здесь красться по стелсу так ну в принципе в принципе пройдем не знаю куда мне надо сейчас посмотрю на карте пока как-то я даже этим вопросом и не задавался а мне сюда не надо так 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 не знаю не знаю что делаю ах не знаю тихо 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 вот это потушить надо обязательно быстрее быстрее артем скорее не и чего никак а а была гор Nord Удачи, вот видишь-то что-то придумал ты видишь нет не видишь погоди что видишь в рун какой попал стоп смотрите нагло врет но я уже основательно здесь конечно спалился но я постараюсь их не трогать до последнем там двое да в принципе вот такой вот системы подбежал дал по морде и убежал в общем то можно я думаю можно выживать как тихо 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 вам никого нет никого нет никого нет успокойтесь это ветерок ваши губы колышет ребята все нормально а в кого ты там целишь скажи мне герой они по подожди подожди брат сейчас мы за тобой обязательно мне нравится нравится как они бодрятся к прячется грязи значит боится я его одной вот какой напугал вообще жесткий парень как а и ладно ладно согласен согласен вот отвлекся сразу получил стрелу в лицо не надо отвлекаться не надо надо следить за игрой обязательно так хорошо хорошо так вы знаете мне вот эта бочка напрягает на самом деле очень до чего вы где где вон он что-то придумываешь так тихо 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 то есть побаивается ребятки да побаивается реально прям напрягается боятся нету вот гад смылся где где иконка где иконка вырубить противника игра что ты со мной делаешь зачем серьезно нет иконки ребят правда я я все делаю правильно я хочу делать правильно но игра мне сама говорит стреляй в него не надо его вырубать ох ладно игра ладно прощу тебе это так и быть почему не появилась иконка честно не знаю ну это уже не первый раз собственно все кто смотрят это прохождение самого начала знают про этот момент ах ты я тебя узнал дружок кажется не знаю ты не ты корова не моя возможно это был ты кого я отвязал от столба ты за старое взялся хорошо наказали если это был ты нет найдем и накажем если возьмешься за старое хотим свечку потушить ушись давай кто все да ну хорошо так мы пришли туда куда нужно было я понимаю так но нам нужно найти далее куда возможно наверх а ну проверим можно спуститься где 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 и куда не 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 туда мне не надо подожди подожди игра рано сейчас заметочку же прочитаем а как прочитать находки дневник торжественная клятва мы выросли из этого лагеря как выросли из детских игр и теперь уходим в лес клянемся стать лучше стать сильнее и выжить в новом мире 147 подписей действительно да получается это те самые пионеры ученики которые в этом лагере были все понятно так дружбан там сдался да давайте-ка напоследок здесь все подлутаем ресурсики нужны ресурсики важны где-то еще что-то вот все ну что чужак убьешь теперь все вы такие безоружных убиваете бандиты ты зачем забегаешь вперед зачем ты мне даешь подсказки друг живи нормально все вот начинает тоже сразу убьешь все зачем зачем тебе меня убивать не убивай меня да я не собирался вот все бы ты двери так открывал артем тебе бы не было цены что-то у нас здесь а ну-ка не берется апгрейд не берется апгрейд возьмем вот так хорошо так замечательно а что нам здесь надо делать настало время почитать задание друзья добраться до плотины кто эта девушка она меня спасла я даже не знаю имени хотя благодарна за спасение пока отходит на второй план и я потерял в реке все снаряжение рад радио испорчено так что связаться с оружием не получится пожалуй сейчас лучше всего будет добраться до плотины которую мы с алешей должны были исследовать думаю стоит держаться старой дороге хорошо отлично но крестик чем показывает сюда либо это место нужно просто пройти мимо либо нужно что-то здесь найти а вы все сдаетесь ничего себе вы ребята ну сдавайтесь ладно я не против ничего вам делать не собираюсь даже бить по морде ресурсов с вас то так себе но похожу посмотрю вы только не начинайте за старое ладно серьезно то следующий раз может по морде не ограничиться ударом ну артем серьезно смотрите вот сейчас будет просто самый самый крутой момент один из я вам говорил что играю на гитаре говорил я нашел пианино поиграл немного на нем сказал что играю чуть лучше артема и знаете самое смешное я еще пять лет музыкалку ходил на баян это же я нашел все в этой игре на чем худо-бедно умею играть это ладно вдруг ты чего такой борзы как он с этим этим огонечком валбу ходит ему не жарку на лоб не потеет странные ребята короче короче мне видимо туда куда туда туда наверное пока не знаю давайте попробуем зачем сюда вообще приходил а все ясно вот все теперь стало ясно я здесь перебраться не смогу только по этому шнурку которую нас сверху идет вот для чего собственно это место и нужно было проходить чтобы съехать по шнурку все понятно так что мы съедем сейчас по шнурку и друзья на этом серия наша закончится получилась крутейшая серия и на свадьбе погуляли ну так свадьба конечно немножко прошла с трагическими событиями неприятными артем ты чего вот да ладно тебе ну давай еще разобьемся вот это да артем давай лучше разобьемся серьезно мне кажется это будет менее болезненно чем продолжать свой путь шутка конечно же мы пойдем дальше но друзья мы сохранимся и с этого места начнем свой путь уже в следующей серии спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал комментариях обязательно пишите свое мнение об этой серии по игре канале в целом все пожелания предложения друзья да все пишите в комментарии боже мой все что хотите только соблюдать правила и увидимся с вами следующей серии пока пока